МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нужакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Тело 17-летнего выпускника школы Жизказгана Константина Данилова найдено на одной из оживленных улиц города. Расследованием уголовного дела занимаются сотрудники полиции. Принцип одного окна для инвесторов. В Карагандинской области открылся фронт-офис по защите инвесторов. В здании областного филиала партии Нур-Утан состоялся специальный семинар. 26 июня весь мир отмечал Международный день борьбы со злоупотреблением, наркотическими средствами и их незаконным оборотом. В Центральном парке Караганды состоялось городское мероприятие, которое прошло под девизом «Марафон здоровых привычек». Обо всем более подробно. Тело 17-летнего выпускника школы номер 13 Жизказгана Константина Данилова найдено на одной из оживленных улиц города. Произошло это еще 16 июня, но известно стало только сегодня. Расследованием уголовного дела занимаются сотрудники полиции. Это то самое место, где 16 июня было найдено тело 17-летнего Константина Данилова. Сегодня на месте трагедии цветы, шарики и свечи. Смерть выпускника школы оплакивал весь город. Константин Данилов был единственным сыном и старшим ребенком в семье. Парень хорошо учился и поступил на грант в Новокузнецкий университет по специальности «Горное дело». 15 июня семья Даниловых отпраздновала выпускной сына. А уже на следующий день его тело нашли на улице в центре города. По словам друга его, они собирались идти куда-то с девочками со своими. И друг знал, куда он пошел. Видимо, он ему сообщил. И смотрит, что его как бы какое-то время нет. И он пошел на то место, где у него была назначена встреча. И застал там его еще живым, но в тяжелом состоянии, избитым. Он вызвал скорую. Пока скорая приехала, ну, скончался. В пресс-службе областного ДВД сообщили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены задержан 17-летний подозреваемый, который признался, что в ходе ссоры нанес потерпевшему телесные повреждения, повлекшие смерть. Данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебного расследования. Назначенные соответствующие экспертизы проводятся досудебные расследования. Сегодня родственники Константина Данилова надеются на скорое и объективное расследование. В этом их заверил прокурор Чизгазгана Алексей Куляшкин. Тимиртауский городской суд депортировал гражданку Белоруссии Анну Адам за пределы Казахстана. Напомним, что директор по персоналу Арселор Миттл Тимиртау Анна Адам стала фигурантом уголовного дела, по которому областной суд признал ее виновной. И вот уже городское управление внутренних дел ходатайствует о депортации. Суд поддержал полицейских. Месяц назад коллегия Карагандинского областного суда признала гражданку Белоруссии Анну Адам виновной в совершении уголовного преступления, а именно незаконного увольнения. Приговор 80 часов общественных работ. В это же время управление внутренних дел ходатайствует о депортации Анны Адам. 26 июня судья Тимиртауского городского суда вынес постановление о депортации. В заявлении государственного учреждения департамент внутренних дел Карагандинского области удовлетворить. Мы двоим демонстрамцы гражданам Республики Беларусь Адам Амду Александрову 20 июня, но я отвечу до 76-го года рождения на пределы Республики Казахстан. Определить срок исполнения решения суда о двоим 10 дней. Исполнение поручения государственного учреждения департамент внутренних дел Карагандинской области. Напомним, что по словам бывших работников металлургического комбината Анна Адам начала свою трудовую деятельность в Тимиртау с массовых увольнений руководящих сотрудников комбината. Проведя собственное расследование в областной инспекции по труду заявили, что Адам вообще не имела права занимать такую высокую должность. Для данной должности необходимо иметь стаж не менее 5 лет. При изучении документов, предоставленных работодателям, нами установлено, что гражданка Республики Беларусь Анна Адам не имеет соответствующего опыта работы. Постановление о департации не может быть обжаловано в апелляционной инстанции. У гражданки Беларуси Анны Адам есть 10 дней, чтобы покинуть территорию Республики Казахстан. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области продолжается работа по разработке проектов газификации региона. На сегодняшний день проектировщики успешно работают в Тимиртау и Караганде. Об этом на аппаратном совещании сообщил заместитель Акима области Анатолий Шкарупа. Проектная фирма Катэк полным ходом занимается разработкой проектов газификации Карагандинской области. Успешно ведется работа над проектами по строительству газораспределительных установок в Караганде и Тимиртау. Что касается же Сказгана, то здесь проектировщики намерены привлечь дополнительные силы. По каким регионам нет вопросов? По Караганде и Тимиртау вопросов нет. То есть вся информация представлена, все в работе нет. По Сказгану сейчас отрабатывается и дополнительная информация будет полностью представлена. В целом планируется, что мы завершим в текущем году все проектные работы, что позволит нам начать строительство в следующем году. Напомним, что в Карагандинской области в 2019 году планируется начать строительство газораспределительных сетей газоснабжения. Предварительно проект оценивается в сумму более 21 миллиардов тенге. Крупнейшими потребителями газа станут предприятия металлургической, химической, пищевой промышленности, машиностроения, строительной индустрии и энергетического комплекса. По вашим поручениям определены объемы потребления газа. По Сказгану, Караганда, Тимиртау все объемы определены. На аппаратном совещании также обсудили предстоящее празднование 20-летия Астаны. Карагандинцы к юбилею столицы объявили акцию «20 добрых дел». Она включает в себя открытие социально значимых объектов, модернизацию инфраструктуры ЖКХ и другие мероприятия. Была объявлена акция «20-летие Астаны 20 добрых дел». В нее вошли наши такие важные мероприятия, как открытие социальных объектов, новых производств, вручение ключей и так далее. Допустим, такие мероприятия, как вручение ключей от квартир медицинским работникам города Сарань, открытие реабилитационного центра в центральной больнице города ЖКХ, многофункционального спортивного корта в поселке Тапарабайского района. Все они были приурочены к 20-летию столицы. Подарком от Карагандинской области Астане станет аллея Улы-Тау и монумент «Казах-Елене-Мын-Алгыс». Аллея будет представлять собой музей под открытым небом, где можно будет увидеть главные достопримечательности Улы-Тау – сакрального места Казахстана. Кроме того, для детей из малообеспеченных семей будут организованы экскурсии в Астану. Также готовятся благотворительные акции, конкурсы, выставки и концерты. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. К другим новостям. Принцип одного окна для инвесторов. В Карагандинской области открылся фронт-офис по защите инвесторов. В здании областного филиала партии Нрутан состоялся специальный семинар. О поддержке, защите и помощи в их отношении рассказали представители компании «Казахинвесты» и департамента агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по Карагандинской области. Помощь и содействие деятельности инвесторов в Карагандинской области будут оказывать в специальном фронт-офисе. Таких в Казахстане всего несколько. В перечень услуг входит правовая поддержка, совершенствование нормативно-правовых актов, а также обеспечение качественного предоставления государственных услуг. Одним словом, департамент по делам госслужбы и противодействию коррупции намерен сделать все для поддержания благоприятного инвестиционного климата в регионе. Основная задача – это создать благоприятный инвестиционный климат, решить проблемы бизнеса, создать деловое отношение между бизнесом и государством. Еще одним посредником между инвесторами и госорганами выступает национальная компания «Казахинвест». В основные задачи молодой компании входит привлечение инвестиций в экономику страны и развитие экспорта. Региональное представительство «Казахинвест» оказывает инвесторам всю необходимую поддержку и старается минимизировать для инвестора необходимость во взаимодействии с представителями государственных органов Республики Казахстан. Непосредственно наше представительство мы оказываем различную поддержку инвесторам. Как сегодня было сказано в встрече, мы оказываем услуги по визовой поддержке, полностью сопровождаем инвестиционные проекты по области. Мы оказываем услуги в госорганах, когда инвестору нужно собрать пакет документов либо подать пакет документов в один из госорганов. Мы оказываем консультацию именно в этом направлении. В семинаре, посвященном обсуждению инновационного проекта «Антикоррупционное сопровождение инвесторов», приняли участие около 40 местных предпринимателей и представителей иностранных инвесторов. Они были проинформированы об открытии фронт-офиса, в котором перечень услуг будут оказывать как специалисты компании «Казахинвест», так и сотрудники Департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции. Консультативную помощь можно получить, позвонив в колл-центр фронт-офиса по номеру 1424. В Караганде проходит второй этап конкурса на знания казахского языка среди представителей других национальностей. Мероприятие было организовано региональным командованием Орталык. Восемь военнослужащих из воинских частей четырех областей старались удивить членов жюри знанием казахского языка и своими талантами. Младший сержант Сабир Велиев приехал из Степногорска. Сабир по национальности азербайджанец, но на казахском, говорит, не хуже коренного населения. Он с детства рос в казахоязычной среде, а потому питает большой интерес к государственному языку. Я с детства говорю на казахском языке. У меня много друзей казахской национальности. Этот язык очень интересен. Если я одержу победу, то поеду на республиканский конкурс. Было бы интересно посетить другой город, обрести новых знакомых. Примечательно, что во многом ответы военнослужащих были схожи. Каждый выучил казахский благодаря казахоязычной среде и по сей день влюблен в этот язык. Казахский язык я знаю с детства. Потому что у меня соседи были казахи, я с ними дружил и постепенно изучал казахский язык. Казахский язык мне интересен в том, что он богатый язык, очень богатый. В традиционном конкурсе приняли участие 8 военных из воинских частей Акмолинской, Североказахстанской, Костанайской и Карагандинской областей. Это регионы, в которых расположены воинские части регионального командования Орталок. Конкурс, который проводился среди представителей других национальностей, Ставит перед собой важную цель – популяризацию казахского языка и культурных ценностей казахского народа. Я так думаю, что конкурс будет способствовать знанию государственного языка, Стремиться овладеть государственным языком и вызовет интерес к истории, традиции, культуре нашего народа. Следует отметить, что на этом проверка уровня знаний конкурсантов не закончится. Победителям региональных этапов предстоит участие в республиканском конкурсе, который пройдет в городе Тарас в сентябре текущего года. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 26 июня весь мир отмечал Международный день борьбы со злоупотреблением, наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Дата была учреждена Генеральной ассамблеей ООН в декабре 1987 года. В честь этой даты было организовано специальное мероприятие в Центральном парке Караганды, которое прошло под девизом «Марафон здоровых привычек». Казахстан находится в зоне активного транзита опиатов из Афганистана, поэтому в нашей стране уделяется особое внимание этой проблеме. Республика ратифицировала все ключевые международные документы по борьбе с наркоманией и осуществляет программы на национальном уровне. Мероприятие в городском Центральном парке организована компанией ТВКЗ-4 совместно с Управлением по борьбе с наркобизнесом областного ДВД, Службой общественного здоровья, Управлением здравоохранения. Были привлечены оперативно-развесные собаки с Центра кинологической службы ДВД Карагандинской области, а также спортивные кружки нашего города, секции по рукопашному бою, школы искусств, танцевальные, фитнес-кружки. В общем, всех, кто поддерживает здоровый образ жизни, кто против наркотиков, также призываем все молодежи сказать «нет» наркотикам. В Карагандинской области с начала нынешнего года заведено более 300 уголовных дел за правонарушения, связанные с наркотиками. Из незаконного оборота изъято свыше 500 килограммов наркотических веществ. Эти данные привел руководитель отдела управления по борьбе с наркобизнесом. Однако не только карательными действиями стражи порядка борются с наркоманией. Не последнее место занимает профилактика. Значит, одним из направлений деятельности, кроме того, что мы, значит, выявляем, лиц, которые причастны к незаконному обороту наркотиков, наше управление занимается также профилактикой наркомании среди населения. Вот тому подтверждение сегодняшнее мероприятие. Аналогичные мероприятия, значит, проводятся на постоянной основе в течение всего года. Значит, в летний период стараемся проводить данные мероприятия на улице, чтобы охватить более широкие массы населения. В учебный период, значит, данные мероприятия проводятся среди учащихся молодежи. Это старшие классы средних учебных заведений, вузов, и так, вузов, колледжей нашего города и так далее. Специалисты отмечают, что сегодня деятели наркобизнеса весьма богаты на выдумку новых наркотических веществ. Если раньше это были в основном нюхательные порошки, курительные смеси и инъекционные растворы, то сегодня злоумышленники предлагают молодежи новый товар. Сами вот сейчас, в данный момент, уже очень психоактивные вещества, они видоизменены, то есть они употребляются уже в виде и шариков, и в виде конфет, то есть не только в виде инъекционных препаратов они идут, уже они идут в разных видах, в разных видах, это новые поколения. Поэтому мы хотели бы данные акции, которые проводили сегодня в Центральном парке, еще раз предупредить людей, что нужно говорить стойкое, нет, если предлагают попробовать наркотики и оградить наших детей и подростков от употребления. Необходимо отметить, что Казахстан принял три международные конвенции по контролю над наркотиками. Они включают новаторские подходы. В рекомендациях по снижению спроса и предложения наркотиков обращается внимание на профилактику и лечение наркоманов, а также продвижение методов, основанных на науке и здравоохранении. Тимофеев, Первый, Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сау, Болонстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова